здравствуйте уважаемые коллеги ну я хочу поговорить про дпо и цифру чуть в другом ракурсе потому что коллеги которые выступали передо мной они говорили именно про то как использовать цифру в дпо я хочу поговорить про то как в дпо учить цифры чуть-чуть зайти с другой стороны сейчас попробуем работает замечательно ну если мы говорим вообще про парадигму дпо то мы формируем и совершенствуем профессиональные надпрофессиональные цифровые креативные компетенции политех предлагает своим слушателям более 120 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки если мы говорим про наиболее масштабные программы по цифровым компетенциям то у нас запущены следующие это разработка в приложении технологии дополненной реальности управление цифровыми проектами информационные системы и технологии практика ориентированные подходы к цифровизации образовательного процесса в отрасли транспортная инфраструктура а также программирование на языке python но на самом деле все эти программы они в основном связаны с проектом приоритет 2030 ну все думаю слышали про проект стратегического лидерства вузов далее также программы которые формируют цифровые компетенции мы реализуем следующие это анализ защищенности информационных систем в внешних угроз с использованием современных программных средств информационные технологии обработки анализа информации в excel аддитивной технологии разработка моделирования и применения информационные системы и технологии применение технологий видеоредактора мувави для продвижения проект также есть различные образовательные модули из которых есть возможность формировать образовательные программы в зависимости от потребности человека либо конкретного заказчика соответственно вот тут представлены такие образовательные модули это теории информационных процессов и систем, базы и банки данных, языки и технологии программирования, сетевые технологии, управление цифровыми проектами, разработка веб-приложений, основы HTML, инструментальные средства управления продуктом. На самом деле вот эти модули могут быть очень полезны и преподавателям университета. То есть эти продукты можно довольно качественно использовать для обучения и студентов, и преподавателей, и возможно на платной основе. Почему? Потому что эти вещи, они как бы очень хорошо применимы вообще в практической деятельности. Ну далее я все зачитывать не буду, образовательные модули, которые реализуются, но смысл в чем, что большинство преподавателей не имеет достаточного уровня цифровых навыков для использования всех цифровых технологий, которые можно использовать в данное время в образовании. На самом деле цифра в образовании, да, она является инструментом в основном, но тем не менее она позволяет значительно повысить качество образовательного процесса, повысить заинтересованность обучающихся определенными средствами, то есть это использование интерактива, каких-то дополнительных вещей, возможно программных разработок, связанных с геймификацией. То есть вот эти вещи, они позволяют повысить и качество знаний, и мотивацию обучающихся. Далее. Теперь вторая часть. Мы провели опрос студентов, тут будут результаты нескольких опросов, но просто интересно нам стало, чему хотят научиться студенты. Это наиболее свежие, по сути, опросы. И вот посмотрите, что первое место, как ни странно, занимает soft skills. 72,4% хотят обучиться именно гибким навыкам или навыкам 21 века. И, как ни странно, в вопросе были открытые вопросы, которые подразумевали некие комментарии. И большинство обучающихся считают, что они недостаточно владеют в наибольшей степени коммуникацией, как ни странно. Далее там идут тайм-менеджмент и многие-многие другие софты. Далее. Что интересно, что IT и цифровые компетенции у нас находятся только на шестом месте. С чем это связано? Ну, сказать довольно тяжело. Почему? Потому что, возможно, часть студентов уже получила возможность поучиться этим цифровым компетенциям на практике. И они поняли, что это не совсем все просто. Этим реально нужно заниматься. Далее. А вот если мы чуть-чуть трансформируем вопрос и задаем вопрос, какие навыки вы хотите получить. То, в первую очередь, у нас идут коммуникативные 53%, управление проектами 26%, программирование 20%, коммуникация на иностранном 20%, психологические и далее, что интересно, общие знания. Довольно-таки интересная формулировка. Далее. Если мы анализируем, как студенты хотят учиться, то есть в какой форме, то в первую очередь они рассматривают все-таки новую профессию. То есть, чтобы кроме своего диплома они имели еще какую-то дополнительную профессию, которая они могут реализовывать. Насколько осмыслен этот ответ в парадигме того, что Александр говорил, что как раз сейчас заходят намного лучше кратковременные практикоориентированные курсы, тем не менее, выглядит оно так. На втором месте у нас идут тренинги. Как раз краткосрочные, интенсивные и как бы направленные на практике. Так, поехали дальше. Значит, сколько вы готовы платить за ДПО? Ну, наверное, самый интересный вопрос в плане коммерции. Обратите внимание, что 53% обучающихся хотели бы учиться на бесплатной основе. Ну, естественно, хорошо, но обратите внимание, что очень частым ответом является также 500 рублей за занятие. То есть, они там за час занятия готовы платить 500 рублей. Но, как бы, тут идет речь потом в комментариях как раз относительно того, что они хотят кратковременные практикоориентированные курсы. Ну, и можно увидеть градацию далее, что, как бы, 500 рублей за занятие. Это довольно хороший вариант. Хорошо, поехали дальше. Значит, ваше отношение к онлайн-образованию. Ну, как ни странно, негативно у нас тут относится чуть меньше людей, чем позитивно. К данному фактору негативно 34%, позитивно 38% и нейтрально 28%. Далее, отношение к смешанному обучению. А вот тут у нас уже процент значительно растет. Ну, хочу сказать один момент, что данный соцопрос проводился на базе 12 университетов. Приняли в участие более 1200 студентов этих университетов. Значит, смешанное обучение у нас, как ни странно, заходит. Дальше. Если мы говорим про выбор платформы для обучения, то тут, как ни странно, ответ наиболее частый – это социальные сети. Ну, есть такие люди, которым не подходят и социальные сети, и ЛМС университетов. Далее. Основные преимущества смешанного обучения. Ну, тоже довольно интересный ответ. И первое – это возможность учиться дома. Далее – экономия времени. Самое интересное, что экономия времени в данном случае связана не с тем, что человек тратит меньше времени на обучение, а с тем, что он меньше добирается. Время на транспорт тут исключается, хотя при этом он, возможно, на именно домашнее задание тратит намного больше времени. Далее. Это индивидуализация, вариативность. Ну, 12, чуть более даже 12 процентов считают, что нет таких преимуществ. Далее – контакт с преподавателем. Ну, насчет этого есть исследование коллег из высшей школы экономики, что у преподавателей это, наоборот, дистант вызвал довольно большое отторжение, потому что большинство обучающихся не имеют границ в плане времени, когда они пишут, что они пишут и как они пишут. Ну, если человек написал в пол третьего ночи, то преподаватель, естественно, должен сразу же ответить и рассмотреть все, что хочет данный обучающийся. Ну, и самое интересное – ответ – это вероятность того, что уснешь минимально. Хорошо, далее. Какой формат обучения вы считаете наиболее эффективным? Ну, в принципе, тут как бы предугадывать сильно не пришлось. Все-таки большинство обучающихся считают оффлайн наиболее эффективным – 59%. Также довольно большое количество считает эффективным смешанный формат. Если мы рассматриваем именно комментарии обучающихся, то они считают, что все лекционные занятия должны быть именно в дистанционном формате, а практика должна быть именно в формате оффлайн. Именно поэтому они выбирают смешанное обучение. Ну, относительно того, чему и как учить стоит задуматься, исходя из результатов социологического опроса, но по факту некоторые вещи становятся довольно ясными. Спасибо. Денис, огромное спасибо. Во-первых, прекрасный пример, когда человек уложился в свое время. Меня прямо когда. Давайте за это похлопаем. Ну и у нас есть время задать вопросы. Кто хотел бы? Да. Пожалуйста. Константин Костюк, вы вот модули перечислили. Я учился еще не в у нас модули. Это вот те самые модули в рамках баллонского процесса, которые мыслятся как дополнительное направление, что ли, обучение. Или вот что такое модули? Как получается здесь образование? Спасибо за вопрос. На самом деле это не по баллонской системе, а абсолютно. Модуль — это какой-то набор информации конкретной, касающийся конкретной темы. То есть это какой-то блок информации. А сколько-то часов или какие? Ну, в зависимости от того, от содержания модуля. Модули могут быть разные. От 18 часов, допустим, до 72. То есть в зависимости от того, что мы изучаем и как мы изучаем. Еще? Оксана, у меня вопрос. У меня вопрос. Надежда Клейнус в Радиотехнический университет. Вопрос следующий. На одной из конференций мне очень понравилась фраза, кто-то из коллег сказал, шведский стол инструментов. Это касается преподавателей, которые могут выбрать для себя сервис, систему, удобный программный продукт и так далее. Вот в привязке к тому, что вы говорили, вот ваше личное мнение по этому вопросу в части какой. Вы считаете, что наших преподавателей на данном этапе нужно научить какому-то определенному набору инструментов, которыми они должны и даже обязаны, собственно, по определенным требованиям владеть? Или как-то вот эту линейку стоит расширять в зависимости от задач учебного процесса, от технологий, которые развиваются, от потребностей преподавателя, от непрерывного обучения и так далее. Большое спасибо. Спасибо за вопрос. Да, вопрос реально актуальный. Но если мы берем чисто мое мнение, как бы сделал я? Дать базу всем определенных инструментов, которыми должны владеть все преподаватели, по сути. Потом выделить отдельные категории инструментов по специализации этих преподавателей, которые им будут нужны. А далее это уже человек выбирает сам, как развиваться дальше и насколько он должен быть квалифицированным в этом вопросе. Так, и вопрос от Оксаны последний. Оксана Силантьева, Силамедзя. А можно слайд, чему они хотят учиться, там где софт-скиллы 72%? Посмотрите, если мы посмотрим на топ, не кажется ли вам, что это такие навыки, которые нужно встраивать в уже существующие курсы, а не отдельно их выделять? И преподавателей по другим дисциплинам, по тем же самым софт-скиллам прогнать, чтобы они были встроены в уже существующие программы. Пробовали вы что-то делать со своими преподавателями, чтобы они софт-скиллы свои подрастили? Вы знаете, вы прямо сказали наши планы на ближайшее будущее относительно того, что да, я абсолютно согласен, вот эти вот вещи, они являются фундаментальными, они вообще нужны человеку для успешного продвижения и успешной работы. Спасибо за вопрос. Просто обычно у нас добавляют предмет вместо того, чтобы встраивать это в уже существующие. В профессиональную деятельность именно вмонтировать эти вещи, да.